Фредерик Ржевский Перед ними я сыграю небольшие вариации Бетховена, с одной стороны это желание все-таки удовлетворить какое-то видение самого композитора, в смысле Фредерика Ржевского, он писал эти вариации, имея в виду вариации на тему Диабеля Бетховена, я решил что-то камерное сыграть, вот вариации на русскую тему. Надо, конечно, упомянуть человека, который стоит за большей частью этой программы, за вариацией Мержевского, это Роман Минц, он обратил мое внимание на эту музыку, правильно сказать, он посоветовал дослушать до конца, потому что я всегда обрывал свое знакомство с этой музыкой на первой теме, Мне казалось, что дальше, наверное, ничего хорошего-то и не будет после такой затравки. А надо было остальные 1 час 10 минут послушать, это огромное произведение, и оно выполнено с невероятным мастерством. Один из редких примеров очень качественно написанной музыки для рояля в 20 веке, во второй половине 20 века. После Прокофьева подход к роялю как к совершенно особенному инструменту, к такому царю зверей, он немножко поугас. Мне кажется, композиторы стали обращаться больше к симфоническим звучаниям, к оркестру или к каким-то камерным группам. Циуля обладает совершенно уникальной звуковой палитрой, и прежде всего она выражается в частности в том, что очень сильная дифференциация голосов. То есть можно играть 4, 5, 6 голосов, и они будут иметь каждый свой характер, каждую свою окраску. И это то, что в частности для меня очень ценно в этом инструменте. Когда я приехал на фабрику в Сочили, в Италии, мне на выбор представили 3 инструмента 308-й модели. 308-я модель совершенно уникальна. В частности, этот инструмент обладает самой длинной рамой, которая позволяет достигать таких очень глубоких, густых звучаний, тембров. И еще он обладает четвертой педалью. Здесь, конечно, некоторые музыканты могут задаться вопросом, зачем же она нужна. Но вместе с той педалью, которую мы называем. Третьей, самой левой, мы можем нажать обе и добиться совершенно воздушного звучания, которое совершенно не будет иметь какого-либо ощутимого веса. И в то же время обладает такой завораживающей звучностью. И учитывая чаяния и ожидания музыкантов, мне показалось, что эта механика, она очень предсказуема. И в то же время позволяет тем исполнителям, которые хотят немножко расширить те возможности, которые дает нам инструмент. Вот тут есть очень большое поле для исследований, для действий. Ну а те, кто привык к таким более ожидаемым результатам, то тогда, я думаю, он тоже им будет очень по душе. И мне кажется, очень широкий спектр исполнителей будет как минимум интересно. А некоторые могут даже, очень будут довольны этим выбором. Я уже здесь играл, когда мы репетировали с Теодором концерт Брамса. Надо признать, что для сольного рояля эта акустика имеет какое-то совершенно магическое воздействие. Буквально. Я не боюсь некой мистификации этих слов, но мне кажется, это совершенно уникальное место именно для сольного звучания. И, конечно, работа с Максимилианом, встреча, которая должна была произойти, возможно, еще несколько лет тому назад. Ну вот она произошла сейчас, и очень рад, что вот мы вместе сотрудничаем. И пока я боюсь говорить перед тем, как диск вышел, но то, что я слышал у Макса в его комнате, вот вселяет очень большой оптимизм насчет результата. Мне кажется, у всех исполнителей цель, в принципе, одна и та же. Это донести свое видение этой музыке. Вот я пытаюсь донести, как я ее слышу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ